Внешний облик Первоуральска ожидают крупные изменения. Об этом сегодня рассказали участники форума «Вызов принят», на котором собрались представители власти и бизнеса. Дмитрий Коньков подробнее о том, что преобразится в городе в первую очередь. От штендеров, баннеров, разнообразие входных групп на улице Ватутина может заребить в глазах. И на других улицах картина не лучше. Дизайнеры и архитекторы называют это явление визуальный шум. В Первоуральске от него решили избавиться. А отныне к внешнему виду улиц будут предъявляться единые требования. Цветовые решения могут применяться при создании колористических решений фасадов домов, которые включаются в региональную программу капитального ремонта. Также шрифтовые и цветовые решения включаются в элементы благоустройства. Это городская навигация, это нестациональные торговые объекты. Одним из важных решений является появление шрифтовых решений. Новые правила сведены в дизайн-бук города, который стал результатом совместной работы группы ЧТПЗ, правительства области, администрации Первоуральска и Центра аналитики города под руководством Сергея Капкова. Большое внимание в нем уделено вывескам. Их нельзя будет размещать на окнах, дверях и балконах. Они не должны перекрывать архитектурные элементы зданий. В администрации города уверены, предстоящие изменения бизнес-сообщество воспримет положительно. Бизнес сам заинтересован в том, чтобы наши магазины и другие предприятия выглядели красиво, потому что людям приятнее тратить деньги в красивом месте, нежели в какой-то, например, ржавой будке, которая у нас, к сожалению, сейчас еще стоят кое-где. Свой дизайн-бук сегодня имеют многие города России. Например, идеи унификации вывесок, городской навигации и транспортной инфраструктуры были успешно реализованы в Екатеринбурге при подготовке города к чемпионату мира по футболу. Один из авторов этого проекта, Дмитрий Фогель, считает, Пербоуральск движется в верном направлении. Вообще города строятся архитекторами. Завязываемым шумом пропадает вся архитектура, пропадает общественное пространство, городская среда. То есть мы увидим какую-то информацию, не нужную абсолютно человеку, а то, что та красота, которая создавалась десятилетиями, ее просто не видно. Привести внешний вид Первоуральска в соответствии с требованиями дизайн-бука планируется к 2024 году. Причем преображение ожидает не только улицы. Безликие трансформаторные и тепловые пункты во дворах Первоуральских домов также ожидают изменения. Что появится на их стенах, портреты, абстрактные граффити или философские мысли будут решать собственники зданий, власти и жители соседних домов. Дмитрий Коньков, Михаил Перенков, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.